Приветствую вас, мои дорогие! Наступил вторник, самый такой сложный день, день Архангела Гавриила, Благовестника Божьего, кому открыты только ему даты смерти каждого человека, народа, города и так далее. Все, что связано с такими особыми откровениями, зачастую опасными, тяжелыми, психологически тяжелыми, нравственными. И вот такой день наступил. Я очень хорошо сердцем помню, что именно Архангел Гавриил принес такие вести Богородице, как зачатие ее от Духа Святаго, он же предвозвестил ее к тому, что скоро предстоит ей уйти из жизни, тоже он приходил. Ну и, конечно, моление о чаше в Гефсиманском саду, вечер с четверга на пятницу, тоже Архангел Гавриил. Поэтому сегодня мы ему молились, все православные люди, кто имеет возможность, кто-то знает молитвы наизусть, кто-то читает их, кто-то носит с собой. Вот мы молились Архангелу Гавриилу, Благовестнику Божию. А также сегодня день пророка Божия Иоанна Крестителя, значит, это особый, святой, последний пророк Божий на земле, последний ветхозаветный пророк, и с одной стороны, и с другой стороны, первый и последний новозаветный, на границе как раз временной событий он был, который был незаконно арестован, помещен в темницу и казнен без суда и следствия. Поэтому он является покровителем права, правоведения от Бога, который идет, не от человека, не от власти, не от денег, а именно от Бога. Он покровитель всех православных юристов, которые хорошо понимают, что человека могут заказать, арестовать, незаконно содержать в темнице, приговорить к обвинению, к сроку и поместить в тюрьму, где он может погибнуть. Вот кто верит, из христиан православных, кто занимается прокуратурой, в прокуратуре работ, юриспруденции, вот ваш покровитель, профессиональный Иоанн Креститель, которому мы сегодня молились, а именно 22 ноября 2022 года, вторник цвет красный, алый, цвет крови. А также это день в эзотерике, в мистике и в оккультизме, и в мифологии, день Марса, бога войны, разрушений, конфликтов, завоеваний, которого всегда изображали с мечом, с щитом и так далее, и так далее. И вот сегодня я хочу сказать о том, что вчера, в понедельник, 21 ноября, исполнилось ровно два месяца со дня мобилизации, которую внезапно, тайно и явно, тайно готовили и явно, внезапно объявили нам в праздник Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября. То есть исполнилось вчера ровно два месяца со дня мобилизации. И вот, как обычно, мы ничего не знаем, ничего не видим, ничего не понимаем, какие результаты этой мобилизации. Вот прошло два месяца, к чему мы пришли? Наступаем мы или отступаем? Сколько жертв? Нам тоже не скажут. Из тех, кто прибыл, эти 300 тысяч, якобы 300 тысяч, значит, сколько из них уже помещено в окопы на передовую, отправили. Там первые какие-то цифры назывались, вы помните встреча Шойгу с Путиным, я ее раскритиковал в своем видео, я найду, подтверждаю под это видео. Какие результаты? Сколько убыло по болезни, сколько по ранению, 200-е. Нам этого никто не скажет, естественно. По моим расчетам и просчетам, можно сказать, тоже, через 4 месяца будет вторая мобилизация. И вот мне интересно, 2 месяца прошло, есть какие-то результаты? Мы их видим? Каковы они? Вот я хочу акценты поставить на эту тему. Значит, скажите нам, каким-то образом намекните, есть результаты или нет? То, что Херсоны оставили правый берег, это понятно. То, что наступаем на Донецком направлении и многих других, это радует. Но вообще толк-то получился, вот 2 месяца есть результат. Я буду каждый месяц об этом говорить. 21-е число отныне и навсегда, значит, я буду в колокол бить. И вам напоминать, и тем, кто смотрит мое видео на каких-то верхах, а рано или поздно и до них дойдет, им пошлют, перешлют и так далее. Я буду напоминать, 21-е число, 2 месяца, 3 месяца, 4 месяца, 5 месяцев. Я буду капать на мозги и напоминать тем, кто молится, кого, значит, родных и близких призвали туда, значит, кто молится каждый день. Вот пролетели эти 2 месяца, где результаты? Когда начнется, значит, обещанное наступление и все остальное? Пока мы этого не видим. Поэтому вчера вот этот понедельник был, день архистратика Божия Михаила, праздник. И в то же время понедельник, день Луны, небесной иерархии, невидение, понимаете, туман. Туман, невидение, ничего не ясно, ничего не понятно. Что происходит, как происходит. А я вам скажу, как. Очень много уже убыло. И даже не столько в потерях, хотя они, конечно, есть в процентном отношении, нам никто, еще раз говорю, не скажет. Убыло много по болезням. Вирусы, переохлаждение. Вот сейчас обострение будет этот месяц. Потому что 21 число выпало на понедельник. Так что за этот месяц, до следующей мобилизации, убыль будет очень большой. На лечение, на списание, по, значит, там, контузии кого-кого, по другим причинам. Так что пока результатов нет. Я их не чувствую. Я их не вижу. Напомню, что мобилизация была в среду, в Иудин день. Значит, сегодня у нас, вчера, вернее, был понедельник. Два месяца прошло. Пока ничего не понятно. Поэтому наступил третий месяц, вот сегодня, так, после мобилизации. Ну, не знаю, посмотрим. Посмотрим, что, значит, будет происходить. Мне пока ничего не понятно. Но я эту тему заострил сегодня и вот записал это видео. Потому что мы любим и молимся. В общем, я скажу так. Третий месяц мобилизации, проблемы и тайны. Вот так я назову это видео. Потому что одни тайны, один туман, ничего не понятно. По результату ничего не видно. Пока. А вот в следующее видео я расскажу, что будет дальше на ближайший месяц. Десятый месяц войны. Это будет следующее видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, распространяйте. И до новых встреч.